Сейчас когда наши с вами смартфоны поддерживают большой объём памяти, мы не задумываемся о том сколько приложений мы можем скачать и сколько они весят. Но до сих пор множество людей пользуются смартфонами с небольшим количеством памяти и именно для них я создал этот топ. В нём вы увидите приложения которые весят меньше 1 мегабайта, но пользы приносят на тысячи. А вы на канале sibdroid.ru и мы начинаем. Браузер VIA. Несмотря на скромный размер приложение обладает приятной внешностью и полностью русифицировано. Также интерфейс дополнен ночным режимом и жестами. Как и полновесные мобильные браузеры VIA поддерживает вкладки, закладки, режим инкогнито, перевод веб-страниц, ночной режим и смену агента-пользователя. Для экономии трафика предусмотрен блокировщик рекламы. No Launcher. Бывает такое, что встроенный лаунчер сильно нагружает систему из-за различных встроенных фишек. С лаунчером No Launcher таких проблем нет. Напротив, он обеспечивает вам полный минимализм, если буквально, то отсутствие оболочки. Только список приложений с полем поиска и ничего кроме. В случае, когда тормозить просто нечему, да и весит приложение всего 15 килобайт. Multilink O. Компактная, но многофункциональная клавиатура, при этом клавиатура снабжена всеми необходимыми функциями, включая непрерывный ввод, дополнительные жесты, встроенные эмодзи. Также радуют широкие возможности кастомизации внешнего вида и функциональности. Точная настройка раскладки, изменение размеров отдельных элементов и разнообразные цветовые схемы – всё это доступно в Multilink O Keyboard. KISS Launcher Более стильная, но не менее минималистичная оболочка в стиле Material Design. Концепция приложения напоминает No Launcher, однако в установочный пакет весом 222 килобайта разработчику удалось сместить куда больше функций. Например, на специальной панели собираются недавно вызванные или часто запускаемые приложения. Под ней расположилась панель избранного – привычный док-бар. Ниже кнопка списка приложений и строка поиска, которая также поддерживает поиск по контактам, настройкам устройства и сети интернет. Минималистичный аналог Google поиска. X-браузер Альтернативный легковесный интернет-обозреватель. При большем весе установочного пакета приложение предлагает схожую с браузером VIA функциональность. Интерфейс также русифицирован. Из дополнительных опций сохранение веб-страниц для просмотра оффлайн и ночной режим, который затемняет не только интерфейс самого приложения, а также инвертирует фон и текст на веб-странице, при этом изображения остаются в исходном виде. Vanilla Music Легковесный плеер в стиле Material Design. Разработчики не забыли об оптимизации для слабых устройств. Так опережающее кэширование композиции поможет избежать заикание при воспроизведении смедленной карты памяти. Из дополнительных опций доступен автоматический скроблинг на Last.fm, плавное затухание при смене трека и управление встряхиванием смартфона. Фонотека группируется по тегам, кроме этого доступно воспроизведение отдельных папок. Real Calc Scientific Calculator Научный калькулятор, который занимает всего 1 мегабайт после установки. Кроме всех функций, присущих инженерному калькулятору, в Real Calc встроен конвертер физических величин и таблиц constant. Для удобства подсчета громоздких примеров разработчик предусмотрел память на 10 ячеек и историю вычислений. Внешний вид поля ввода настраивается и в бесплатной версии вмещает до 10 цифр. Интерфейс имитирует реальный калькулятор. Darker Утилита для дополнительного затемнения дисплея. К сожалению, производители смартфонов и планшетов в большей мере уделяют внимание максимальному уровню яркости для предотвращения ослепления дисплея под ярким солнцем. При этом минимальный уровень часто завышен и не является комфортным для ночного использования. Darker решает эту проблему путем наложения полупрозрачного темного слоя поверх интерфейса. Кроме этого можно наложить цветной фильтр, некая альтернатива ночному режиму, который уводит дисплей в теплые тона. Deer File Manager Базовый файловый менеджер оформленный в стиле Material Design. Возможности приложения ограничены базовыми операциями над файлом, такими как редактирование, копирование и переименование. Даже zip архивы не читаются. Работать с корневыми разделами в режиме суперпользователя также нельзя. Из приятного русифицированный интерфейс, открытый исходный код и полное отсутствие рекламы и лишних разрешений. Disk Use Edge Кроме замены тяжеловесных приложений легкими аналогами, владельцам устройств с маленьким внутренним накопителем стоит тщательно следить за его использованием. Disk Use Edge проанализирует содержимое памяти и визуализирует полученные данные с помощью наглядной диаграммы. Друзья, надеюсь наш топ оказался вам полезен и вы непременно нашли в нём что-то нужное для себя. Также не забывайте, что если вам необходимо приобрести классный смартфон, то вы можете заглянуть к нам в интернет-магазин sibdroid.ru и найти всё, что вашей душе угодно. И специально для вас, мои ютуб зрители, у нас действует скидка по промокоду, все ссылки вы найдёте в описании. Ну и не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А для вас это видео подготовил я Игорь и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч.